В этом видео я расскажу вам о бьюти-гаджетах, за какими приборами состоят исследования, какие технологии действительно помогают замедлить, либо же обратить старение, а какие справятся с акне. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на этот канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей лица, а также иногда отношения и другие личные темы. Я обожаю гаджеты. Еще задолго до блогерской деятельности я покупала различные щеточки для очищения, микротоковые аппараты, лазерную расческу для ускорения роста волос. Я очень все это люблю, я считаю, что в долгосрочной перспективе это большая экономия на походах к косметологу, если вам, конечно, важно, как выглядит ваша кожа. Если нет, то гаджеты это вообще, безусловно, необязательная тема в уходе. И да, некоторые приборы в моем опыте были неудобны в использовании, либо же для моего случая бесполезны. И самое главное в бьюти-гаджетах это подобрать тот, который будет работать именно с вашей конкретной проблемой. Что мы с вами постараемся сделать в этом видео. Это видео сделано совместно с CurrentBuddy, это агрегатор гаджетов для ухода за кожей лица и за волосами в домашних условиях. Ну и, кстати, огромное количество бьюти-девайсов совершенно разного применения. Можно купить и New Face, и Foreo, и Tripolar, и даже их собственные приспособления CurrentBuddy Skin. Также на все устройства, которые представлены у них на сайте, CurrentBuddy предоставляют гарантию 2 года. Они приставили мне на тест разные девайсы, чтобы я попробовала их и рассказала честно, что мне кажется вообще стоит внимания, на что свои деньги тратить не нужно. В общем, что действительно работает. И в этом видео я постараюсь подробно описать, какая технология стоит за каждым гаджетом, во что стоит вкладываться, а что вам, может быть, не нужно. Все гаджеты, о которых я сегодня расскажу, можно купить на CurrentBuddy.ru. Ссылку я оставлю в описании. Там же ссылки на источники, на которые я буду сегодня ссылаться, а также ссылки на тайм-коды. Итак, первая категория гаджетов, это, не знаю, самый популярный сейчас, просто топ, хит, у всех они есть, это LED-приборы для омоложения кожи лица и также для лечения акне. Вообще, что такое LED? Light Emitting Diode, это полупроводник, который трансформирует электрическую энергию в свет. LED могут излучать разные цвета в зависимости от длины волны. И вообще, такая минутка физики, LED это видимый для наших глаз свет. Некоторые длины волн мы просто не можем увидеть. Например, ультрафиолет или же инфракрасные волны тоже нашему глазу недоступны. Из видимых фиолетовые и голубые самые короткие. Красные 633 нанометра и инфракрасные 830. Да, они самые длинные. Ладно, инфракрасные невидимые. И разные волны проникают в кожу на разную глубину. И предположительно, как показывают некоторые исследования, в зависимости от глубины отличается действие на кожу. Спектр LED не включает УФ, поэтому никаких негативных последствий, как от солнца, либо же загореть, вы не можете. Но действие LED света можно очень так условно, метафорично сравнить с действием солнца на растение. Он проникает в кожу на клеточном уровне и впоследствии там происходят различные внутри и межклеточные реакции. Самыми интересными и наибольшее количество на самом деле исследований посвящено именно им считаются красные и инфракрасные лучи. Красный и инфракрасный цвет могут стимулировать выработку АТФ в клетках фибропластов. Проще говоря, это означает стимуляцию выработки своего собственного коллагена. А коллаген, собственно, придает коже упругость, сияние, молодой, прекрасный вид. Инфракрасное излучение также может влиять на воспаление и заживление, и поэтому его часто применяют при лечении рубцов, растяжек, либо же акне. Хоть небольших клинических испытаний уже достаточно много, я оставлю на самые основные ссылки внизу в описании к видео, до сих пор нет большого, независимого, двойного слепого исследования, на которое мы могли бы 100% полагаться и всем рекомендовать LED-терапию. До того, как маски и другие LED-приборы попали на рынок, эта процедура была доступна только в кабинете у дерматолога, косметолога. Аппараты, используемые профессионально, обычно мощнее и могут быть адаптированы к конкретному пациенту, к конкретной проблеме. Но подобные процедуры дорогие, а чтобы лечение светодиодами было эффективным, то рекомендуют его проводить длительно, в течение нескольких недель. То есть, ходить к косметологу придется несколько раз в неделю, может быть, от 4 до 8 недель, чтобы увидеть какой-то результат. Именно поэтому стали делать аналогичные маски и другие приборы для использования дома, плюс в пандемию резко возрос спрос на такие гаджеты, и все просто, все повально их стали использовать. В том числе звезды. Я, на кого не подписана, мне кажется, все либо ходят к косметологу на LED-терапию, либо имеют такие маски дома и регулярно выкладывают селфи в них. Не знаю, кого я видела. Наоми Уотс, Криси Тайген, у Кардашиенов почти у всех, у Дженнеров тоже. У Рене Зелвегер я тоже видела такую маску. В целом, это, конечно, и выглядит очень прикольно и так, типа, инстаграммельно. Но не обошлось и без споров, вызванных опасениями по поводу потенциального воздействия LED-света на глаза. Однако большинство врачей и экспертов, ссылаясь на исследования и на то, что домашние маски или какие-то приборы недостаточно мощные, чтобы вызвать какие-то побочные эффекты, считают их совершенно безопасными. Но все же советуют закрывать глаза при ношении масок и не смотреть прям на горящие диоды. Ко многим светодиодным гаджетам прилагается дополнительная защита для глаз, если вам некомфортно носить это приспособление или его использовать, если для вас свет очень яркий. Например, у маски Current Body есть как раз вот такие вот вставки для глаз, которые как бы изолируют область глаза от этого света. Либо же к их ручному светодиодному прибору прилагаются вот такие вот гуглы, или как они называются. Но это все касается людей, у которых нет никаких заболеваний глаз. Если у вас какие-то заболевания есть, то перед использованием какого-либо прибора со светодиодами стоит обязательно проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Можно ли вам это применять? Не может ли это нанести потенциальный вред? Даже если заболевания зрения нет, все же я считаю, что лучше использовать маски с закрытыми глазами и не смотреть прям на диоды, как я уже сказала. Хотя бы просто потому, что свет очень яркий, например, в маске, и сидеть с открытыми глазами может быть просто неприятно. Например, я просто лежу с закрытыми глазами в этой маске, и мне совершенно норм. Если вы не любите яркий свет, и в маске, которая у вас есть, не предусмотрена защита для глаз, то можно просто положить ватные диски, и тогда немножечко будет комфортнее. Ну и, конечно, L-ADI терапия противопоказана, если вы страдаете судорогами, эпилепсией. Также не рекомендуется тем, кто страдает мигренью, как я уже сказала, какими-то заболеваниями глаз, особой светочувствительностью, или принимающим определенные медикаменты или антибиотики, которые могут повышать фоточувствительность кожи. Короче, на самом деле таких предостережений много. Если вы не уверены, можно ли с вашим заболеванием использовать L-ADI терапию, то обязательно перед применением нужно проконсультироваться с вашим врачом. Также обязательно перед использованием нужно провести тест на чувствительность вашей кожи. Попробуйте применить гаджет на руке, либо же на ноге, и после этого подождите сутки. Если не будет никаких неприятных ощущений, никакой реакции кожи, то можно уже смелее пробовать это использовать на лице. Я первый раз надела эту маску на ногу, посмотрела, как кожа реагирует, все было замечательно, и тогда я уже стала пользоваться ею на лице. Итак, переходим непосредственно к обзору. Эта маска сочетает в себе и красный, и инфракрасный цвет. Тут диоды двух типов. Их 49 штук, тех и других. Использовать маску нужно на сухой коже, либо же они рекомендуют ее надевать после их гидрогелевой маски. Она такая супер прозрачная. Я использую после увлажняющего тонера, без каких-либо активных ингредиентов и без масел, то есть на водной основе, но они вообще, конечно, производитель не рекомендует этого делать. Первый раз я решила попробовать этот девайс как раз-таки с их фирменной гидрогелевой маской. Такие два больших патча на лицо. Прозрачный, очень прикольный опыт, у меня никогда не было такой маски. И после этого я начала надевать этот девайс и столкнулась с трудностями. Во-первых, резинка не очень просто вставляется вот в эту дырку для нее. И просто так это легко сделать за спиной не получится. Также минус, что здесь есть липучки, которые могут цепляться за волосы. Поэтому делать это нужно, чтобы волосы были супер гладкие, хорошенько завязаны и очень аккуратно. Я потом посмотрела различные отзывы на эту маску и заметила, что многие люди приспосабливают обычную такую растянутую резинку для волос и продевают ее сюда, чтобы, в общем, она не цепляла волосы. У меня резинки не было и в целом я не очень люблю различные такие изменения. В принципе, все так выглядит красиво. Если я сюда сейчас прилеплю резинку, то это будет уже не так эстетично. В общем, я аккуратно делаю это все-таки с липучкой. И в итоге, самый первый раз я решила просто надеть ее вот так через верх. И гидрокелевая маска просто этого не выдержала и слетела. Ой, я очень расстроилась. Вообще, первый опыт использования был не самым приятным. Но потом я, спустя миллион экспериментов, поняла, в чем была проблема. В моем случае была проблема вот в этих защитных штуках для глаз. Они добавляют объема. Резинка должна быть в моем случае тогда длиннее. И в целом они просто плохо мне подходят под мою анатомию глаз. Несмотря на то, что они очень мягкие, они мне давили. Ну, собственно, потому что маска получилась очень плотно прилегала. И эти штучки там сдавливались. В целом, как я уже сказала, эту маску можно использовать без защиты. Но с защитой поприятнее можно что-то смотреть либо читать. В итоге я решила попробовать без них. И все было намного уже комфортнее и удобнее. Прям совершенно нормально. И в целом с закрытыми глазами для меня это не сильно ярко. Особенно, если подложить ватные диски, так вообще мне совершенно комфортно. Осталась только еще одна проблема. Эта маска мне немного давит на нос. Он у меня... Большой и выдающийся, скажем так. Но эту проблему я тоже решила. И сюда, на нос я также подкладываю ватный диск. И тогда не остается никакого следа. Короче, я не знаю, мне кажется, у меня просто не очень стандартное лицо. Типа как-то высоко рот. В общем, видите, что-то не то. Потому что на моем муже эта маска сидит просто идеально. Просто супер идеально. В целом, эта маска очень силиконовая, мягкая и в других отношениях удобная. Потому что я видела отзывы на маски, которые из литого материала. Такие, цельный кусок. И их ругают. В них супер неудобно. И это имеет преимущество то, что она такая мягкая. Во время процедуры вообще ничего не ощущается. Разве что, ну, еле уловимая. Вообще, какое-то такое тепло приятное. Кожа после у меня не красная. Хотя она супер чувствительная. Она много что реагирует. Чтобы увидеть результат, рекомендуют использовать маску 3-5 раз в неделю на протяжении длительного времени. Я использовала ее всего 3 недели. По примерно 5 раз за неделю. Я ее старалась использовать. И, наверное, очень рано еще судить о результатах. Ну вот, для сравнения моей фотографии. Мне кажется, что цвет лица стал немножко ровнее. Плюс мелкие морщины на лбу стали менее заметными. И мне кажется, что стало меньше покраснений. В целом, какой-то более ровный цвет лица. Но я, если честно, больше верю в долгосрочный эффект. Поэтому попробую использовать маску регулярно. Много видео и фото отзывов до-после тех, кто применял эту маску. В том числе девушек в возрасте. И у них очень крутые результаты. Погуглите, посмотрите. Какие плюсы я выделяю? Это очень быстро, просто, легко и не лень. Всего лишь 10 минут в день полежать с этой маской. Ничего не нужно делать, чтобы кожа была красивой и здоровой. Минус один. Она может не подойти, если у вас не очень стандартные пропорции лица. Например, большой нос. Как раз тем, кому маски не подходят, может понравиться ручной LED-девайс. Это такая портативная маленькая штучка. Он также излучает как инфракрасный, так и красный свет. И также может стимулировать вырабатывающий коллаген фибропластные клетки в дерме, успокаивать кожу и уменьшать воспаление. Если честно, в какой-то степени мне это даже удобнее, чем маска. Я могу что-то делать, просто прикладывая его, смотреть что-то, читать. Также прибор плотнее, чем маска прилегает к коже. Его можно использовать на любом участке тела, на шее, на, не знаю, там, где угодно. От Precision я чувствую тепло больше, чем от маски. Прям кожа такая теплая после. Держать его нужно в одном месте 3 минуты. И прибор издает сигнал, когда 3 минуты прошли, и нужно переставлять его в другое место. Держать его очень легкий, очень легкий. Его очень приятно и удобно держать. Он такой матовый и красивый. Единственное что, он лежал у меня на прикроватной тумбочке. И я положила на него утром маску для сна. Моя маска для сна такая ярко-синяя. И я недавно ее стала использовать. Она новая, я еще не стирала. И, видимо, она немножечко полиняла. Может быть, я не знаю, как-то слезы или чуть-чуть она была влажная. И она ставила на нем небольшие следы, и он уже не так красиво выглядит. Я очень расстраиваюсь, если честно, когда это произошло. Может, у меня получится его оттереть. Использовать они рекомендуют также на сухой коже, либо после их фирменной сыворотки с галуроновой кислотой. Опять-таки, как я уже сказала, я использую либо после тонера, либо после сыворотки без активных компонентов, просто на водной основе. Ни в коем случае нельзя использовать после каких-то кислот, в общем, после тех компонентов, которые могут повышать фоточувствительность кожи. Что выбрать? Если вам лень, и вы хотите просто лежать, чтобы прибор делал за вас это дело, то, конечно, маска. Если у вас не очень стандартное лицо, и либо вы хотите какой-то больше контроля, и где эту маску использовать. Ну, в принципе, и эту маску можно положить что на шею, что куда-то, куда вы хотите. Но, в общем, с этим прибором, естественно, больше контроля, но приходится его держать. В общем, выбираем, что удобнее. Про LED закончили, давайте поговорим про другие технологии для омоложения. Следующий девайс в моем обзоре это радиочастотный Tripolar Stop. Как он работает? Истройство фокусирует 4 луча малой мощности, нагревая как верхние, так и глубокие слои кожи. Радиочастотные волны, а вот этот прибор Tripolar Stop работает на частоте 1 МГц, могут стимулировать естественное производство коллагена в коже, подтягивая ее. Есть также некоторые данные, что подобный тип воздействия на профессиональных приборах, не домашних, может способствовать сокращению жировой ткани, и именно поэтому подобные гаджеты используют также в антицеллюлитной терапии. Домашний гаджет даже рядом не стоит по мощности с профессиональными, поэтому не нужно бояться, что произойдет сокращение жировой ткани на лице, если вы будете его использовать. Но ни в коем случае его нельзя использовать в области щитовидной железы, и также нельзя на зоне вокруг глаз, на закрытых глазах по векам водить прибором тоже не стоит. Также нельзя использовать в тех местах, где у вас есть филеры. Моя самая большая проблема это носогубки и лоб. У меня никаких филеров в этих местах нет. Ботокс лоб я делала уже почти 6 месяцев назад. Да, уже ровно 6 месяцев назад я делала, он уже полностью рассосался, ничего вообще нет, видите, я им шевелю. Короче, у меня ничего нет в зонах воздействия. И также я делаю под подбородком. Для профилактики у меня есть склонность к тому, чтобы овал в этом месте ухудшался. Использовать Трайпола стоит с проводящим гелем. В комплекте был их фирменный. Наношу его тонким слоем на места, где буду делать процедуру. Сразу от геля вот этого проводящего ощущается некоторое тепло. Это нормально, они в целом в инструкции пишут об этом. Этот их фирменный проводящий гель прям такой плотный, мощный, как для УЗИ. Не очень удобно, что как бы они рекомендуют только его. По факту я думаю, хотя да, это не рекомендуется, что с другим гелем на водной основе, либо же с алоэ гелем, можно будет попробовать использовать. Но опять-таки, они этого не рекомендуют. Этот гель сложно смывается, он прям такой липкий, его нужно растворять потом гидрофильным маслом. Но в целом его использование совместно с прибором достаточно приятное. Включаю в розетку Трайпола. Здесь есть особенность, что его не нужно заряжать, он работает от сети. В какой-то степени это удобно, что никогда не разрядится. И в целом всегда готов к использованию. С другой стороны, вы привязаны к песту, вы не можете ходить по дому или что-то делать. В общем, и плюсы, и минусы в этом есть. Я выставляю самую маленькую мощность, их в целом три. Можно ее наращивать, когда ваша кожа будет привыкать все больше и больше. Сначала гаджет горит зеленым. И при проведении процедуры нужно обязательно смотреть в зеркало, чтобы отслеживать, когда достигнута нужной температуры. Прибор загорится оранжевым. Это значит, что нужно его переставлять в другую зону. Я начинаю снизу и медленно вожу гаджетом круговыми движениями. И чувствую при этом такую приятную теплоту. И причем это очень странно. Не просто обжигает, а как будто как-то прогревается изнутри. Я вообще такого никогда не ощущала. Это очень странное, такое приятное ощущение. После воздействия на ощупь это место такое теплое, кожа сразу немножко краснеет, но эта краснота очень быстро проходит. Буквально там через 20 минут у меня уже совершенно здорового цвета лицо. Так как это нагревание, я бы не рекомендовала использовать этот прибор тем, у кого купероз в зонах воздействия. Либо же в целом, если ваша кожа не очень хорошо реагирует на нагревание, использовать не стоит. Прежде всего, этот прибор работает с возрастными изменениями. У меня их нет практически, но я в последнее время стала замечать, что немножко более очевидными становились носогубные складки. При процедуре все 4 электрода должны плотно прилегать к коже. На лбу, когда я это делаю, не очень приятно, потому что лоб твердый, мне кажется, что не все электроды прилегают. На щеках и вот в области носогубной складки намного это делать приятнее было. И на шее тоже вот здесь. Из минусов. Рука устает эту штуку крутить. Не очень приятно. Ну и то, что кожа сначала немножко покрасневшая, хотя опять-таки краснота быстро проходит. Сразу же после. Просто какая-то невероятно плотная. Какая-то кожа с каким-то добавленным объемом. Я не знаю, как это объяснить. Не с добавленным объемом, а просто какая-то разглаженная. Причем прям резко видно, что мелкие морщины уходят у меня. У меня не глубокие морщины, но мелкие они уходят сразу же. Если честно, насчет этого девайса я была настроена максимально эспектически. Я вообще ничего о нем не знала. И я даже думала попросить Karen Buddy, чтобы они мне его не присылали. Потому что я думаю, ну что это вообще такое? Но на деле мне так понравилось, что я не ожидала. Интересно, какие будут вообще долгосрочные перспективы и насколько это будет эффект сохраняться. Но как даже просто разовая процедура перед каким-то мероприятелем, перед съемками, перед фотосъемками или видео, я точно буду его использовать, потому что он дает сразу эффект очень какой-то красивой, отдохнувшей кожи. Далее пару слов о микротоковых аппаратах. Частый гостью моего блога это New Face. Микротоки это по сути очень слабый поток электричества. Настолько слабый, что мы его практически не ощущаем. Для проведения процедуры и передачи тока должны быть два электрода. В домашних гаджетах типа New Face эти два электрода одновременно прилегают к лицу и между ними, собственно, этот ток передается. Получается, что он проходит через очень короткий участок кожи. Обычно такие устройства имеют токи в диапазоне от 10 до 500 микроампер. Ну, в профессиональных аппаратах, безусловно, ток выше. Вообще всем гаджетам, о которых я сегодня говорю, есть профессиональный аналог, который, конечно, будет мощнее. Предполагается, что такие аппараты подтягивают и разглаживают кожу, тонизируют овал, делают более четкими скулы и, в общем, другие контуры лица. Ну и самое главное для меня, например, почему я его использую, уменьшает отечность. Очень сильная и на длительный период. И самое крутое, как и Stray Polar, New Face имеют немедленный эффект. Сразу же вы видите это. Долгосрочные антивозрастные эффекты не очень хорошо протестированы, поэтому нет гарантии, что они произойдут. Но, опять-таки, можно найти в сети фото до, после, при долгосрочном применении, у людей меняется лицо, действительно подтягивается. Самым большим преимуществом является то, что микротоки работают не просто на поверхности кожи, а глубже, в мышцах. И до них невероятно трудно добраться с помощью просто уходовой косметики. Больше всего микротоковые аппараты полезны, если у вас не мелкоморщинистый тип старения, а именно деформационный. То есть, когда у вас не очень много морщин, может быть, одна-две глубокие обычно они бывают, но при этом как-то теряется овал, все как-то немножечко сползает вниз. В какой-то степени можно сравнить действия микротоковых аппаратов с филлерами и ботоксом, но только побочных эффектов меньше. Я не раз показывала New Face в своих блогах, использую его уже, наверное, 3 или 4 года, вот этот я использую. Это New Face Mini, также у меня есть маленькая палочка New Face Fix. Это такая штучка, в общем, для разглаживания маленьких морщин. Ее можно использовать под глазами, либо же вот где-то здесь в пространстве между бровями. И он также краткосрочно помогает вот это вот ощущение такой разлаженной кожи создать. Какие выводы? Конечно, вам не нужны все гаджеты этого мира. Подберите, может быть, что-то одно. Если вас беспокоит высыпание, неровный свет лица, морщины, то стоит обратить внимание на LED-приборы. Если у вас деформационные изменения, и вы хотите их, может быть, профилактировать, то можно посмотреть в сторону радиочастотных аппаратов, либо же микротоковых. Мне почти все из этого обзора прислали. Если купить это все, то, наверное, можно разориться. Но, с другой стороны, это все равно дешевле, чем регулярные походы к косметологу на эти процедуры. Намного дешевле. Главное, что нужно помнить, гаджеты не заменяют ухода за кожей регулярного и в некоторых случаях не заменяют похода в косметологу. Некоторые вещи просто невозможно сделать в домашних условиях. Но как поддерживающей терапии, например, LED или микротоки, я считаю, что намного выгоднее и эффективнее проводить их дома, нежели отдавать огромные деньги за каждый визит косметологу. Ну и, конечно, все эти приборы имеют больше или меньшее количество исследований и основания верить в их долгосрочные результаты. Чего, например, нет у всяких гуаша или джейд-роллеров. Это просто такие приятные массажные истории. Ну и любые гаджеты, почти все, особенно те, что направлены на омоложение, они не терпят завышенных ожиданий и требуют терпения, и, возможно, результаты увидите не сразу. Ссылка на currentbuddy.ru, а также на исследования, как я уже сказала, в описании к видео, вы можете ознакомиться, почитать про каждую технологию. На этом у меня все. Пишите внизу в комментариях, используйте ли вы гаджеты, любите ли вы их так же, как я. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одну тему. А у меня все на сегодня, и увидимся в следующем видео. Пока!